Норильск Города Крайнего Севера Кайеркан Там состоится освящение Недавно построенного храма Преображения Господня Что станет еще одним местом Где будет звучать молитва К торжественному освящению Полным ходом идут Последние подготовительные работы Когда сама подготовка идет Вот это уже говорит о том Что скоро произойдет праздник большой В принципе я так полагаю для себя Что самое что ни на есть хорошее Это подготовка Вот когда ты готовишься к чему-то Это и есть предчувствие уже праздника А когда сам праздник Это уже наслаждение, расслабление и радость К праздничной литургии все готово Только начавшийся снегопад настораживает Есть опасения, что могут закрыть дороги Для легковых автомобилей И попасть из Норильска в Каиркан Будет куда сложнее Как говорится Благое дело не бывает без искушений Стихия на утро не умолкает Дороги закрыты Вместе с епископом Туруханским И Норильским Агафангелом Добираемся на особом транспорте Вахтовом автобусе Тем временем храм преображения Господня уже полон людей Все в трепетном ожидании И понять, насколько это событие значимо для норильчан несложно Ведь даже метель не стала поводом пропустить богослужение У нас сегодня пурга Но мы все равно приехали Организовались в автобусах В такой суровой обстановке погодной Очень важно сохранять тепло внутри Тепло в своем сердце Зажигаются первые свечи Символично, что новоосвященный храм был заложен 12 июня прошлого года В День России И через 15 месяцев В День Народного Единства Он стал еще одним символом веры Объединившим прихожан Храм мы посвятили в честь праздника преображения Господа и Бога и Спасителя нашего Само преображение, наверное, является таким главным смыслом Нашей христианской жизни Мы призваны к преображению Мы призваны к изменению Построили храм где? На Крайнем Севере, в Арктике Здесь все процессы строительные Они усложнены условиями северными Здесь все не так легко, как кажется Можно построить Мы видим, что Господь благословил наш труд Храмовый комплекс объединит в себе воскресную школу, Социальную и миссионерскую деятельность А стены из деревянного бруса создают особую уютную атмосферу Святыню жители Кркана ждали много лет До этого в районе, где живет более 20 тысяч человек, был только один храм Архангела Гавриила Чувства меня переполняют, потому что буквально еще год назад здесь ничего не было Его здесь действительно не хватало И сегодня он здесь появился Поэтому по-настоящему исторический день И я очень рад за наш город, за то, что вместе с городом развивается и русская православная церковь Доброй традицией в строительстве святынь по стране стала поддержка компании Норильский Никель По печеньям предприятия построен и этот храм преображения Господня Север славится людьми таки сильного характера, внутренней духовной красоты Вера раскрывает эти качества очень хорошо И для меня лично это возможность приобщиться к вечным ценностям За строительством храма и жизнью людей Крайнего Севера телезрители наблюдали в эфире нашего канала Многосерийный проект «Земля жизни» создавался на протяжении года вместе с возведением Дома Божьего Герои картины и многочисленные зрители собрались в этот день вместе, чтобы познакомиться друг с другом и узнать, как проходили съемки фильма Построить храм за полярным кругом и в сердце, гласит слоган фильма Продюсер ленты Анастасия рассказывает Съемочная группа приезжала в Норильск 8 раз в разные сезоны Только суровой зимой съемки не удались Виной всему норильский климат Не все знают о Норильске, о таком, какой он есть именно с такой духовной точки зрения Это возможность показать Норильск с лучшей его стороны, через его людей Насколько действительно здесь живут сильные люди, которые способны преображать все вокруг Главным героем фильма стал отец Александр Настоятель Преображенского храма Он стоял еще у истоков строительства и служил молебны прямо на фундаменте С самого начала строительства храма служили, когда начинали строительство, служили молебны Потом, когда возвели стены, каждый какой-то у нас этап в строительстве этого храма Мы сюда приходили, молились и потом решили, что будем молиться каждую неделю Каждый понедельник здесь мы служили молебен святым, о помощи в строительстве, потому что понимали, что без этого у нас ничего получаться не будет. Для меня это такое очень нужное дело, мне так кажется, что я всегда стараюсь что-то созидать своими руками. Когда созидаешь, сплачиваются люди вокруг этого. Еще один храм освящен в этом городе вечной мерзлоты, куда до 35-го года прошлого столетия не ступала нога человека. Этот храм преображения Господня в районе Каиркан станет еще одним местом молитвы, утешения и надежды на спасение всех верующих.